Снегопад внес коррективы и в работу коммунальных служб. В утренние часы в Новосибирске были десятибальные пробки, а из многих дворов было просто невозможно выехать. Между тем, на областных трассах уборка началась с первых часов снегопада. Спрогнозировать осадки помогает специальная метеосистема, а работу грейдеров круглые сутки контролируют диспетчеры. Алексей Кузьмин побывал на одном из самых опасных дорожных участков. Над Новосибирской областью прошел обширный циклон. Снега очень много, но для дорожных служб это штатная ситуация. Уже много лет синоптики не дают осечек. В территориальном управлении автомобильных дорог знают, как будет меняться погода каждый час. Прогноз погоды составляет трое суток вперед. Мы можем видеть в реальном времени на картинке, как движутся антициклоны, циклоны, в каком направлении, скорость ветра, количество осадков выпадает, в каком объеме. Техника работает во всех районах, где идет снег. Диспетчер по камерам наблюдения в реальном режиме следит за ситуацией на дорогах. Если на какой-то участок снегоуборочные машины не вышли, то специалист звонит в подрядную организацию. Те, в свою очередь, предпринимают меры. Также с помощью этой программы можно посмотреть реальную картинку установленных видеокамер, которые находятся на автомобильных дорогах общего пользования. И можно наблюдать дорожную обстановку на покрытии в зимний период, в летний период. Несколько лет назад дорожные службы сталкивались с внезапным выпадением осадков. И это были внештатные ситуации, которые могли привести к коллапсу. Заторы, дорожно-транспортные происшествия, недовольство жителей. Современное же оборудование не допускает ошибок, а информация о ситуации доступна всем гражданам. Через каждые 50 километров на трассе установлена метеостанция, которая передает информацию в диспетчерскую службу автомобильных дорог. Она передает, какое сейчас давление, температура, какой коэффициент сцепления с дорогой на данном участке. И каждый автолюбитель может посмотреть это на сайте автомобильных дорог при помощи своего телефона. По статистике, больше всего снега выпадает в Болотнинском, Машковском и Тогучинском районах. Сегодня на дорогах Тогучинского ДРСУ работает 36 единиц уборочной техники. На патрульной снегоочистке без перерыва трудятся 44 человека. В случае поломки трактора или грейдера на трассу выезжают резервные машины. Тогучинское ДРСУ обслуживает 727 километров дорог, в частности, 244 километра дорог с твердым покрытием, которые не позволяют допускать наката, не позволяют допускать пробуксовки транспортных средств. То есть, ну, так скажем, в безопасном режиме езды. Дороги с переходным типом покрытия тоже обслуживаются. Это школьные маршруты, автобусные маршруты. Тоже обслуживание по ним ведется. Снеголиквидация будет выполнена в установленной регламентном сроке. Убирают снег в основном КДМ, комбинированные дорожные машины. Они оборудованы прямыми скоростными боковыми отвалами и специальными щетками. Убрать снег, удалить незначительный накат до асфальта, затем обработка песко-соляной смесью опасных участков дороги. При понижении температуры обработка такой смесью нежелательна. От нее снег становится влажным и может появиться дополнительный накат. Уборка снега с дорожных карманов и обочин, а также чистка дорожных знаков будет производиться после того, как осадки прекратятся. Судя вот по этому снежному отвалу, с прошлой уборки можно определить, какое количество снега выпало сейчас. Это порядка примерно 5 сантиметров. При такой же интенсивности выпадения осадков, эта цифра к утру может достигать 15, а то и 20 сантиметров. Спецтехника убирает снег на одном дорожном участке с интервалом в полтора часа. Все зависит от интенсивности выпадения осадков. Основная помеха – большегрузы. Недобросовестные шоферы вовремя не меняют летнюю резину на зимнюю. При подъеме по склону машина от тяжести буксует на месте. Это затрудняет работу обслуживающей техники. Вместо чистки – буксировка. Находясь на обочинах, где-то останавливаясь, высыпают какой-то мусор, отвлекая водителей, отвлекая обслуживающий персонал дороги от своих основных обязанностей. Это от снегоочистки, от обработки противодорожным материалом, для того, чтобы не допустить каких-то ДТП, совершение каких-то ДТП уборкой шин. Допустим, остановился автомобиль, переоборудовал шины, сложил их тут же на обочине. Это создает определенные помехи для обслуживания, для видимости транспортных средств. За прошлую зиму на территории Новосибирской области выпало около полутора метров снега. В плохую погоду специалисты рекомендуют автовладельцам внимательно изучить маршрут, ситуацию на трассе и погодные условия, прежде чем отправиться в дорогу. Алексей Кузьмин, Андрей Дулепов. Новости ОТС.